Вы слушаете «Радио России» Ульяновск. Радиопрограмму, которую вы сейчас услышите, её автор Александр Филатов посвящает памяти корсунской поэтессы, члена Союза писателей России, замечательного светлого человека и прекрасного друга, патриота своего района Татьяны Эйхман, безвременно ушедший от нас на днях. Идея передачи появилась и получила своё эфирное воплощение именно с её лёгкой руки, а вот записать голос самой Татьяны Александровны, как планировалось, мы уже не успели. Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова ваш вечерний радиогид Александр Филатов. Есть в посёлке Языково Ульяновской области уникальный для российской глубинки коллектив – духовой оркестр. Его история насчитывает уже более века. Совсем недавно, к очередному юбилею, в Корсуне вышла книга, посвящённая этому легендарному оркестру. О ней мы сегодня и поговорим с её автором. Впрочем, всё по порядку. Поговорим о музыке. В 65 километрах на юго-запад от города Ульяновска по московскому тракту расположен рабочий посёлок Языково. Каждый год в первое воскресенье июня в живописном месте парка усадьбы Языковых проводится праздник поэзии, посвящённый рождению великого русского поэта Пушкина. Так начинается предисловие книги Языковскому оркестру Михаила Фёдоровича Степанова «120 лет», написанный энтузиастом, бывшим языковцем, инженером, а ныне пенсионером Александром Николаевичем Матросовым. Более 60 лет он сам посвятил занятиям музыкой в этом оркестре, параллельно собирая исторический материал. И вот, наконец, книга увидела свет. Здесь не обойтись без короткой исторической справки. История села началась в 17 веке с 28 крестьянских семей, переехавших в далёкую Симбирскую губернию с Владимирщины для защиты рубежей молодого российского государства. Известно, что здесь, в родовом имении помещиков Языковых, в 1833 году гостил Пушкин. А в конце 19 века имение и суконная фабрика приобретаются с имбирскими купцами Степановыми. Новый владелец имения, Михаил Степанов, развил активную хозяйственную и просветительскую деятельность. Не только достроил новый корпус фабрики, но начал строительство школы и театра, где играли актёры из числа языковских рабочих и служащих. В 1900 же году по просьбе жены певицы Михаил Степанов создал тот самый духовой оркестр, о котором мы и беседуем с автором новой книги Александром Николаевичем Матросовым. Вышла замечательная ваша книга к языковскому оркестру Степанова «120 лет. История духового оркестра», рабочего посёлка Языково. Уникальный коллектив, на самом деле, в небольшом населённом пункте действительно существует столько лет, такие традиции. Фамилии известные к этому причастны, я имею в виду фамилию Зельдина, разумеется. Итак, как появилась у вас идея этой книги? Ну, идея книги появилась давно, лет 20 назад, 25 назад. Я начал собирать материал по нашему оркестру. Фотографии, записи какие-то. И постепенно вот материал накапливался, накапливался, и, наконец, он вылился в издание книги. Потому что, ну, жизнь, она скоротечная, и память человеческая, она тоже скоротечная. Если нигде не записано, не отмечено, то может затеряться, может потеряться это всё. Вот так и появилась такая мысль. Ну, с оркестром связывает то, что мой дед Антонов Александр Леонтьевич, его брат Николай Леонтьевич, от истоков вот создания оркестра Степановского участвовали в этом оркестре. Дед играл на корнете. С нам, это строй ми-бемоль, а Николай Леонтьевич на корнете Б, это другой уже строй, си-бемоль. И когда я приходил к бабушке, к своей, дед у меня рано умер в 1922 году от прободной язвы. У неё в её хате, значит, висели фотографии оркестра. Несколько. Это 1911 год оркестр, 1913 год оркестр, Степановский. И фотографии военного оркестра Нижегородского, в котором дед тоже некоторое время играл по контракту. То есть из Степановского оркестра часть музыкантов уезжала, разрешала им Степанов играть вот в Нижегородском оркестре по контракту. Потому что их заприметили там, в Нижегородске. Они всё время на ярмарке играли. Степанов возил свой оркестр на Нижегородские ярмарки. Этот оркестр там был, в общем-то, на слуху. И их приглашали играть в Нижегородске, вот этот военный оркестр. И мне очень хотелось самому тоже играть в виде выступления своего языковского оркестра. Сначала я носил инструмент, помогал, давали это ребята. Играют в парке где-нибудь, чего-то. Идут в клуб, отнеси инструмент, несёшь. Рад поддержать его, донести. И в 1955 году, когда мне исполнилось 11 лет, каждый год записывали осенью в оркестр. Оркестром тогда руководил музыкант Василий Степанович Куликов. Он из Степановского оркестра. Он знал моего деда, конечно, хорошо. Он сразу меня посадил на трубу. Корнетов уже как-то вот из оркестра не было поступления инструментов. Корнетовую партию играли на трубах. И вот с тех пор, с 1955 года, по настоящее время, я, так сказать, трубач. И с языковским оркестром всё время поддерживаю связь, даже уехав из Языкова. Всегда, когда приезжаю, хожу в оркестр. Когда выступления у них ответственные бывают, вот живя в Ульяновске, я всегда участвую с ними. Они приглашают. Так что связь не проживается до сих пор. Вы сами учились играть на трубе? Уже непосредственно в оркестре? В оркестре, да. Под руководством Василия Степановича Куликова. Трудно было, будучи определённым, какое-то учебное заведение специальное, вот так на практике это всё осваивать? Труднее это, чем индивидуально заниматься. Потому что у нас коллективные только упражнения были. У нас сидел человек 15-20, и Василий Степанович не мог с каждым сидеть и заниматься. Там занятия проходили так, допустим, в 10 часов утра пришёл, до 12 мы там занимаемся. Это кто в школе учится во вторую смену. А если учишься в первую смену, то с 4 часов, то с 6 часов вечера были занятия там коллективные. Сначала возьмёшь, немножко подуешь, чтобы губы размять, каму подуешь, всё. Потом коллективные упражнения дули. Ну, начинали с простого, и потом так постепенно, труднее и труднее. Через год он меня посадил в оркестр, на партию второго корнета, она побольше, чем первого. И я уже сидел, играл в оркестр. И так пошла моя оркестровая деятельность. И сейчас-то уже вот таким образом передаются инструменты, традиции, как вот эстафетная палочка. Берутся молодые дети, и они постепенно заменяют в оркестре старшее поколение. Это было длительное время, пока такая структура была, кружковая работа была в клубе. Занимались в кружках художественной самодеятельности. Когда изменилась вот структура государства, как бы сохранилось кое-какие кружки, но уже меньше стало людей туда приходить, как-то жизнь немножко стала меняться. И хорошо, что в Языкове открыли детскую музыкальную школу, и в ней отделение духовых инструментов. И вот большая часть подготовки переместилась в детскую музыкальную школу. Там, так сказать, квалифицированно готовят музыкантов по разным инструментам, и они параллельно, когда достигают какого-то уровня, начинают играть во взрослом духовом оркестре Языковском, при ДК Языковском. Что Вами двигало, когда Вы вступали только в эту музыкальную тезю? Это был энтузиазм? Пример старших товарищей мы старались, так сказать, завидовали. Если сказать вот это, что он играет, я еще нет. Старались достигнуть этого. Это было и по музыке, это было и по спорту, это было такое вот чувство, чтобы достичь такого же. Много было, когда Вы поступали в оркестр желающих среди соседей, односельчан? Всегда около человек 20 ходило, 18-20 человек занималось, ходило. И оркестр был тогда 30-35 человек, да. Я не знаю, детей что ли больше было, или поселок был населен более густо, фабрика работала, в школе много училось людей, до 1000 человек доходило. Подъем был в те годы, вот, конец 50-х, 60-х годов. И это невзирая на то, что времена были очень трудные, Вы фактически то, что сейчас называют дети войны, поколение рожденное вот в те годы. Несмотря на это, вот тяга к музыке, она была такой сильной. Была, хотя, конечно, и в магазинах очень скудно было, и на столах было скудно, Но духовно, вот, было, так сказать, на подъеме. Мы не унывали. Нам казалось, что все впереди. Поэтому старались брать пример, ну, видно, это передается еще по наследству как-то это. И многие династии занимали. Дед, отец, сын, так вот, династии продолжались. Макарова играли, допустим. Шарымова играли. Не один такой музыкант был. Шамарина играли. Немножко я сейчас оторван от тех ребят, которые сейчас играют. Это молодежь уже. И фамилии меняются, ее переплелось же. Главный дух остался языковский. Той основы, которая заложена там. Она осталась. Она передается от поколения к поколению. Потому что все слышат эту музыку. Она впитывается. И люди стремятся к этому. А что для вас музыка? Ну, для меня музыка-то как бы часть жизни моей. И потом отец мне купил гармонь, баян. Я сваривал и гармонь, и баян. Сейчас и на баяне играю, и на трубе дома. Сядешь, то одно поиграешь, то другое поиграешь. И как-то на душе становится лучше. То есть она музыка оздоровляет человека. Она ему прививает духовность. Потом она мне помогла. И вот я приехал в институт. Значит, одного балла не хватило мне при поступлении. Я на вечернем остался. Один семестр проучился в военкомат меня. Да, готовься в армию. Пошел в деканат. Говорю, переведите меня на дневной. А то в армию забирают. Нет, иди. У нас нету места. И выхожу из деканата. Иду по коридору. Слышу, духовой оркестр где-то играет. Я туда направился. Да, репетируют студенты. Я говорю, вы разрешите мне с вами поиграть? Ну, садись. На чем играешь? Я говорю, на трубе поиграл, порепетировал. Руководитель говорит, ты мне нужен, приходи. Я говорю, да я на вечернем учусь. А что, дневной не переходишь? Я говорю, да не переводят. Так, давай данные. Я ему свои данные даю на следующей репетиции. Он говорит, вот к ректору пойдем с тобой. Пошли к ректору. Ректор посмотрел на меня, зачетку посмотрел. Две пятерки, четверка у меня была. Он говорит, давай, иди на дневное. Позвонил по телефону, все, я на дневном фукультеке. То есть музыка помогала всегда. Музыканты везде были нужны. И к ним хорошо относились? Хорошо относились, да. А где учились, какая профессия была у вас? Я учился в Казанском химико-технологическом институте. Профессии инженер-механик. По машинам и аппаратам химических производств. Работал в Нижнекамске сначала, а потом вот на Авиастар сюда переехал. Вернулись фактически уже в свой регион. И так вот здесь до конца живу. Открыв ровно 120 лет назад Языковский духовой оркестр и пригласив его первым руководителем-капельмейстером, отца будущего народного артиста Советского Союза Владимира Зельдина, тромбониста, молодого выпускника Московской консерватории Михаила Евгеньевича Зельдина. Купец Михаил Степанов не только заложил основы для возникновения в глубинке России новой музыкальной школы со своими последователями и династиями. Он вообще тогда превратил рабочий поселок Языково, по выражению одного из современников, в культовый уголок Симбирской губернии. С чего все начиналось? Из истории. Закупили комплект духовых инструментов, набрали 65 подростков и пригласили 6 музыкантов-профессионалов из Франции для обучения детей. Из столицы прибыл Михаил Евгеньевич Зельдин. Музыкой стали заниматься ежедневно, а за пропуск занятий могли оштрафовать. Имея абсолютный слух, Михаил Евгеньевич замечал малейшую фальшь при игре оркестра. И плохо приходилось тем, кто по каким-то причинам не смог сыграть ту или иную музыкальную фразу. Не прошло и года, а оркестр настолько продвинулся в мастерстве исполнения, что помимо маршей, полик и вальсов, начал играть сложные произведения, требующие большой подготовки. 1910-й, 1914-й годы – время настоящего расцвета коллектива. В его составе насчитывалось 70 музыкантов. Степанов не жалел денежных средств. Михаил Федорович приобрел комплект инструментов фабрики музыкального мастера Червенова в Киеве, стоившей огромных денег. В Киеве же фабрикой экстрафон были выпущены пластинки, на которых были записаны исполненные оркестром «Танец Анитра» и «В пещере горного короля» и «Сюиты Эдварда Грига-Пергюнт». В 1911 году Михаил Степанов даже зафрахтовал пароход и отправил своих музыкантов по городам Поволжи. Затем были Ростов, Киев, Одесса, Рига, Петроград. В 1913 году оркестр гастролировал в Москве. Мастерство исполнения удивляло знатоков. «С таким оркестром из рабочих парней не стыдно поехать и за границу», – писала пресса. Слава об оркестре из глубинки гремела повсюду. Перевозя свой оркестр из города в горы, господин Степанов заставляет нас, прослушав исполнителей своего оркестра, еще более убедиться в том, что и в русском простом «люде» хранятся большие таланты, могущие дать славу своей родине. Но что эти таланты только спят. Взбрызните их живой водой, и они быстро проявят свою деятельность. Так писали об оркестре газеты начала XX века. Продолжаем наш разговор с автором новой книги об истории легендарного языковского духового оркестра, ветераном этого коллектива и его биографом, коренным языковцем Александром Николаевичем Матросовым. Давайте вернемся к книге. Сложно было собирать материал? Как была построена работа над этой книгой? Ну, основу, конечно, вот эти фотографии, которые я уже видел в детстве, и от них пошел я по линии создания оркестра, дальнейшее его продвижение, деятельности. Как они собирались в фотографии? Любительские фотографии тут много, потому что где оркестр играл, я и сам фотографировал, и другими фотографиями воспользовался, которые были в музее в нашем языковском. Ну, так вот материал собирался у меня, какие-то записи я делал, какие-то пленки собирались, это у меня много записей выступлений оркестра. К столетию у нас там весь концерт записан на дисках, и каждому музыканту вручили диски на память. Где заметку увижу про оркестр, я ее обязательно вырезал, складывал, что-то записывал. И потом, когда в столетии стало подходить оркестра, я этот материал обобщил, так сказать, и стал вырисовываться вот весь путь оркестра, что известно мне, то я и отразил. То есть фактически вы начали это все готовить уже после столетия, а вот сейчас к 120-летию состоялась книга. То есть 20 лет, можно сказать, заняла работа над ней. От идеи до воплощения. Ну, не каждый день думаешь об этом. Если бы раньше я бы задумался, может быть, и раньше бы это могло издастся. Но подталкивает дата, обычно подталкивает какая-то значительная. И потом уже, если не закончить это дело, то оно может и не закончить. Возраст уже серьёзный становится. Давайте обратимся к истории оркестра. Вы сказали про дату 120 лет. То есть от какого дня это исчисление его жизни? Мы всегда считали от февраля 900-го года. Февраль. И всегда проводились юбилейные концерты в феврале. А в этом году у нас как-то всё начало смешаться, смешаться и не получается никак. В феврале 900-го года это что? Это когда фабрикант Степанов Михаил Фёдорович решил создать оркестр. Называл её сначала капеллой музыкальной. Пригласил музыкантов с Нижнего Новгорода, несколько человек. И начал обучение фабричных репятишек, игре на музыкальных инструментах. Это и было начало создания оркестра Михаил Фёдоровича Степанова. Но занятия шли, не хватало чего-то. И Михаил Фёдорович понял, что нужно пригласить преподавателя, который имеет какое-то образование хорошее, которое может научить лучше, чем каждый музыкант действующий. Когда он пригласил несколько музыкантов, ну это хороший музыкант в оркестре, он может чего-то учить на отдельном инструменте. Но в целом оркестр создать, конечно, надо шире, иметь образование, слышать эту гармонию, мелодию. Преподаватель, который пригласили Зельдина, он, конечно, закончил консерваторию же. Отец народного артиста Советского Союза Владимира Зельдина. Отец этого, да. Поэтому и занятия приобрели. Встроенное такое построение. Организовали музыкальную школу, потому что без музыкальной школы, вот сейчас снова пришли к этому, что учат больше в музыкальной школе, чем в самом оркестре. Все-таки за школьной партой, так сказать, лучше ученик усваивает, чем в общей массе. А брали туда кого? То есть любой человек из простой семьи, рабочий или крестьянские дети, наверное, попадали тоже? Всех желающих ребятишек. Ну, конечно, проходили отбор, потому что проверяют, когда приходишь туда, то проверяют музыкальный слух. Если музыкальный слухом обладаешь, тебя принимают. Если не обладаешь, то могут не принять. Там, допустим, настучит какую-то мелодию на барабане или на чем, ноты какие-то проиграет. Надо повторить или сказать, что такое это. Так, музыкальный слух проверяли, когда я поступал. Но у меня не проверял Василий Степанович. Он меня сразу посадил на трубу, без проверки. И доверие оказал. Да. Ну, а в ходе уже обучения об этом там все показывают. Одни более талантливые, другие менее. Но если упорство есть, а у более талантливых нету прилежности к занятиям, то менее талантливые они опережают их. То есть упорство и труд все перетрут. Конечно, без таланта хорошим музыкантом не станешь. Если боженька не дала, не получится. Не каждому это дано. До среднего уровня можно подвести. Если слух есть, то подвести можно. Вот это поистине то, что Вы говорите, народный принцип организации музыкального коллектива. Когда можно попасть, и пути для всех открыты, а дальше уже все зависит от человека, от его таланта, либо усердия. Это очень демократично, и это вот истинно народный принцип формирования такого организма, как оркестр. А вам самому какая музыка нравилась? Играть? Я больше люблю спокойную мелодичную музыку. Мне нравятся вальсы. Они мелодичные, душевные, духовные. Песни также вот, которые душа народа звучит. Мне нравится, когда вот один гром, ритм, гром, дум, нету мелодии, нету души. Все-таки музыка душа это. Это душа народа. Она ближе к человеку. Ну и оркестры русских народных инструментов прекрасно играют. Это тоже душа народа. И симфонический оркестр, конечно, когда популярную музыку доходчиво исполняет это. Но есть трудная музыка симфоническая, которую не каждый может понимать и слышать, и слушать. К несвойственной музыке для нашей души душа не лежит, откровенно сказать. Тут уже ничего не прикажешь. Как ни стараешься там что-то понять. Но когда какие-то крики и бубны, я не понимаю. В издании этой книги, в подготовке ее, вам помогали советом или организационно? Как отнеслись к этому окружающие? Помогал музей языковский. Особенно Румия Ирфановна Лобина. И Татьяна Николаевна Уренцова. И потерял им. И Румия Ирфановна мне набрала всю книгу. Так что помощь от музея была большая. Помогала детская музыкальная школа. Они дали материал в лице директора Корячка Светлана про детский оркестр. Татьяна Эйхман хорошее стихотворение написала, посвятила духовому оркестру. Все это в купе помогло, соединилось, превратилось в книгу. Оркестр за 120 лет пережил разные периоды своей истории. Если вот так пройтись по ним быстро, какие люди его формировали, какие персоны стали определяющими на протяжении его истории. Вот вы уже сказали. Сначала это был Степанов, это было его желание сделать такой оркестр на своем предприятии. Потом был привлечен Зельдин, который также нес свой вклад большой, придал импульс оркестру. А потом были же еще люди, которые двигали это детище общее дальше. Большой вклад вносили руководители оркестра. Это наряду с Зельдином Логинов, 1903-1905 год, Богданов, 1918-1921 год, Факеев, 1922-1938 год. Вот Богданов, Факеев, Куликов – это музыканты Степановского оркестра, то есть выращенные уже оркестром, неоткуда-то. То есть мальчишек, да? Да, а потом уже пошли, кто вырос при Куликове Василия Степановича, Назаров Сергей Александрович вырос в языковском оркестре. Кокорин Василий Григорьевич, он приезжий был, два года работал. Дьячков Борис Николаевич, он вырос в оркестре языковском. Там Шарымов Владимир Иванович, тоже в языковском оркестре вырос. Крутов приехал, по-моему, из Тольятти или откуда-то, вот. Но он тоже вырос в языковском оркестре. Кобядкин Николай Иванович начал при Назарове уже, Кокорин. Длительное время, вот Николай Иванович последнее время был руководителем оркестра. И обидно, что ушел в 2019 году. Накануне юбилея. Да. А так вот он был оркестру, так сказать, этому делу посвящен целиком. Любил это дело. Он где-то 32 года. Кобякин Николай Иванович. Бессменный руководитель. Да. У него характер был такой, как сказать, к любому человеку мог найти подход. И мог аранжировку сделать сам. Отдал свою жизнь служению оркестру. Участники оркестра. Это ведь не только, судя по вашим словам, трога жителей поселка Языково, да? Это и пополнения были за счет приездов, за счет соседних каких-то населенных пунктов. Если кто-то приезжал и играющий был, он играл в оркестре. Но основное все время Языково, конечно, воспитало все это. Музыкантов. Из своей среды. А вы коренной житель, да, изначально? То есть у вас там предки все в Языково? Да. Это мой он. Начало создания оркестра. Играл Антонов Александр Леонтьевич. После того же из этой семьи, так сказать, отпочковались туда-сюда, играли другие музыканты. А у Николая Леонтьевича, вот Антонова сын, он дослужился до заместителя председателя КГБ СССР. Начальник 15-го главного управления был. Генерал-лейтенант. Какие люди выходили от музыкантов. А еще другие примеры, знаете, такие, когда человек вот вышел из оркестра и пошел, пошел, пошел по музыкальной линии. У нас много людей играют здесь в оркестре. Вот если взять Державу, там процентов 30-40 наших языкских музыкантов играет. Вот саксофон Данилин Игорь Владимирович, корнет Шляхтин Владимир Викторович, корнет Микрюков Евгений Игоревич, тромбоны Маленкин Андрей Валерьевич, Глухов. Языкова по-прежнему снабжает кадрами Ульяновса. Музыкантов, процентов 30 наших. И учатся. Музыкальные училища поступают отсюда, из Языкова. Основной поставщик-то на духовые инструменты – это языковский оркестр. Сегодня как живет оркестр? Сегодня очень скудно и тяжело, потому что, вот видите, юбилейная дата откладывается, не можем провести. Концерты открытые тоже не проводятся. И репетиции-то, как следует, не проводятся из-за этой пандемии. Но вот индивидуальные занятия в музыкальной школе, слава богу, она существует, там проходят. Поэтому откладывалось, откладывалось, вот празднование юбилея. Я чувствую, оно так и не пройдет в этом году. Но есть ваша книга, и она останется как веха этой круглой даты. Слава богу, что получилось ее издать. Хотя она, издание мне не очень нравится в этом, Корсунской типографии. Но если бы фотографии лучшие этой были, оно бы лучше было. Но хоть и это издалось. Как говорят, в каждом месте что-то свое должно вызреть и случиться. В Языково такая большая традиция духовая. Школа, можно сказать, есть своя на протяжении более чем века. А что-то от места, есть в этом место само, что-то дало вдохновение, что ли, природа? Я думаю, что от пушкинских времен этот дух там поселился. Когда поэты там встречались за чашкой чая и обсуждали и читали стихи. По-моему, вот этот дух, он так и не выветрился. Он так там и витает в этом старинном парке, по старинным аллеям, прудам. Я думаю, что каждая территория что-то в себе таит свое, да. Кстати, у вас имя и фамилия Александр Матросов. Вас не в честь Александра Матросова того назвали? Меня отец назвал в честь Александра Матросова, но не того. У него был брат Александр Иванович Матросов. И он погиб в 43-м году на фронте, в боях за освобождение, по-моему, Смоленщина. А в 44-м году я родился. Он его очень любил, этого брата. И, конечно, увековечивали, как вот в этом имени, меня. В честь погибшего на фронте человека, ну, не того. Хотя история похожая. Ну и, наверное, хотя юбилей не прошел у оркестра, но, тем не менее, вы, как ветеран оркестра, можете, вот сейчас, пользуясь этой возможностью, когда мы говорили о книге, о вашей, все-таки поздравить оркестр в нашем эфире и пожелать нынешним молодым, как ветеран оркестра, как его биограф, ваше слово. Я хочу поздравить языковский духовой оркестр со знаменательной датой, 120-летием. Пожелать ему дальнейших творческих успехов и играть хорошую, полезную, красивую музыку и встретить юбилеи еще и 130, и 140, и 150 лет. Музыка духовая должна звучать вечно. Доброго всем здоровья и успехов творческих. На сегодня еще есть и люди, возможности такие, потому что открыта музыкальная школа, вот это, в общем-то, огромная заслуга, что она открылась там. И детское отделение духовое. К этому руку приложили большую Ефремова. Ефремова тогда возглавляла детскую музыкальную школу. И руководитель этой детской музыкальной школы, первой, Слепухин Владимир. Он воспитал очень много музыкантов и длительное время там работал. Уникальный коллектив во всех отношениях в российской глубинке на протяжении более чем века. Он же детский оркестр попал в книгу рекордов Гиннесса, когда играл в Петербурге. Там несколько тысяч оркестр был сводный. Вот куда попал даже наш оркестр. Молодцы. И сейчас молодой преподаватель и руководитель там Уваров, Игорь, ему пожелать здоровья, успехов на этом поприще. Он наш, наш языкский, доморощенный. Он окончил музыкальное училище Ульяновское и приехал в родной поселок, чтобы продолжать там воспитывать оркестрантов, музыкантов. В традициях Степановского оркестра. Да. Чтобы не забыли Уваров и Игоря Александровича, и его предчестенника Слепухина Владимира Александровича отметить. Потому что вот Слепухин Владимир Александрович организовал это детское отделение как преподаватель. Фундамент заложил в эту детскую музыкальную школу. А Игорь уже продолжает традиции. Хороший ученик попался. Он воспитывает. И оркестр его, вот детский оркест, приятно послушать. Они и дисциплина там хорошая. И музыканты хорошие вырастают. В общем, правильно поставлена подготовка. Это большое дело. И они поступают сейчас в музыкальное училище. Здесь учатся дальше. Вот это радует. Музыка, что называется, дает детям, молодым людям путевку в жизнь. Путевку в жизнь, да. Даже если человек не пойдет по этой музыкальной линии, он все равно духовно уже не может делать плохо что-то, что-то сломать. У него бережность в природе к прекрасному появляется. К созиданию его, так сказать, духовно подталкивает. Интерес к тому, что сделали до него более старшие поколения. Да, продолжать. Духовность, она большое дело в человеке. Мы говорили о книге Языковскому оркестру Михаила Степанова «120 лет» с ее автором, ветераном коллектива, краеведом, энтузиастом, музыкантом, инженером на пенсии, бывшим языковцем, а ныне ульяновцем Александром Николаевичем Матросовым. Сколько же человек прошло через оркестр со времени его основания в 1900-м? Тысячи. Ведь меняется состав каждые 5-10 лет. Мальчишки вырастают, уходят в армию, поступают учиться, некоторые возвращаются, играют всю жизнь. Другие же не возвращаются, но участвуют время от времени по старой памяти. Разные поколения, разные династии. Таких старых, самодеятельных, музыкальных коллективов в России больше нет. Это настоящий уникум. Музыка, судьба оркестра И судьбы языковцев за 120 лет так тесно переплелись, что стали неотделимы друг от друга. А программу мне хочется закончить стихами замечательной корсунской поэтессы Татьяны Эйхман. Звучи, 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 оркестр духовой, Звучи, звучи, оркестр торжественно, парадно, Твой голос в день победный Слушать мне отрадно, Он яркий и задорный, Звенящий и святой. Звучи, 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 оркестр духовой, Звучи, звучи, оркестр в день Горький и печальный, Кому поддержкой Вмиг болезненный Прощальный, Кому напутствием В час тяжкий Роковой. Звучи, 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 Оркестр духовой, В войне греми, В боях, В труде зови К работе, На солнце Загорись трубою В позолоте, Чтобы душа В любви Помчалась за тобой. Звучи, 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 Оркестр духовой, История в тебе И светлый миг Надежды. В июньский Жаркий день И в вечер Белоснежный, Пусть людям мил Всегда Прелестный Голос твой. Звучи, 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 Оркестр духовой. А с вами был ваш вечерний радиогид Александр Филатов. Любите музыку, Как ее более века Любит в Языково. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok